Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик Государственный комитет по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик, как высший орган государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, подтверждает На основании и во исполнении постановлений Суверенного Международного Казначейства М1 номер 001 Рез 2020 от 7 апреля 2020 года, номер 013 Рез 2022 от 1 марта 2022 года, номер 024 Рез 2022 от 27 декабря 2022 года, номер 028 Рез 023 от 18 марта 2023 года, номер 029 Рез 2023 от 21 марта 2023 года, номер 030 Рез 2023 от 30 марта 2023 года и других суверенных, международных законных и подзаконных актов Суверенного Международного Казначейства М1 и норм международного права на основании выполнения Суверенным Международным Казначейством М1 функции Государственного Казначейства СССР, постановление ВНС СССР номер 81 Дефис 6 от 7 октября 2018 года, Исходя из полной криминализации фиатной и финансовой системы, все виды активов и любое имущество, принадлежащее международной, преступной, террористической, сепаратистской и экстремистской организации, кавычки открываются Центральный Банк Российской Федерации, кавычки закрываются, Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ, а также ее владельцам, организаторам, участникам, соучастникам и сателлитам, а также всех членов семей владельцев, членов, участников, организаторов, их подельников и сателлитов, подлежат немедленной конфискации и зачислению на баланс Суверенного Международного Казначейства М1 с последующим распределением и использованием в целях реализации программы проектов развития Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. В 2023 году для Банка России истек срок переходного периода – 5 лет, предназначенный для оформления уставного капитала Банка России в интересах суверенных граждан СССР, после чего существование Банка России без уставного капитала не предусмотрено банковским правилам и международными законами, которые на основании суверенного декрета от 11 августа 2023 года за номером 037-2023 временно и ограниченно находятся на кассовом остатке Государственного Банка РСФСР, преобразованного 13 июля 1990 года, в уставном капитале которого с 1991 года была без согласия СССР, незаконная и без составления разделительного баланса, утвержденного суверенным Международным Казначейством М1, во исполнении священной миссии и выполняя функцию Государственного Казначейства СССР, была внесена номинальная стоимость изъятых из обращения 10 и 25 рублевых купюр советской суверенной валюты образца 1961 года. При этом стоимость изъятых в 1991 году из обращения 50 и 100 рублевых купюр советских денег образца 1961 года по капиталу была учтена в Государственном Банке СССР и по номиналу подлежит учету в Государственном Банке СССР на сегодняшний день. А номинальная стоимость купюр советских денег образца 1961 года номиналом 1, 3 и 5 рублей была незаконно переучтена и перешла в Центральный банк торговой компании Российской Федерации, Банк России, стоимость которых используется для выпуска билетов Банка России, чтобы нелегитимным правительством признавалось и подтверждалось о том, что Центральный банк Российской Федерации, Банк России, получившего при международной регистрации в мировой банковско-финансовой системе статус филиалов РС США, Мирового банка и Международного валютного фонда и признанный статус в торговой компании Российской Федерации как несозданное и сфальсифицированное, кавычки открываются, Генеральное финансовое правительство, кавычки закрываются. ГК ЧП СССР свидетельствует и подтверждает, что с 13 июля 1990 года на базе и на балансе Государственного банка СССР был воссоздан Государственный банк РСФСР, учрежденный 4 октября 1921 года декретом Совета народных комиссаров и утвержденный 4 сессией в ЦИК РСФСР от 7 октября 1921 года как подотчетный Верховному совету РСФСР и совмещающий по декрету в ЦИК от 13 октября 1921 года и по положению о Государственном банке РСФСР имел в себе функции исполнительного и законодательного органа государственной власти, который под контролем и подчинен РСДРП, ВКП, КПСС как держателя 18,5% в общем и неделимом достоянии РСФСР. Министерство финансов торговой компании Российской Федерации, образованное 13 июня 1990 года, и Государственный банк РСФСР, образованные 13 июля 1990 года, не являются и не могут признаваться предшественниками и учредителями Банка России. Конфискованные по указу нелегитимного президента СССР от 22.01.1991 номер УПДФИС-1329 кавычки открываются о прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей, образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан, кавычки закрывают, советские деньги, 50 и 100 рублевые купюры, гарантированные и обеспеченные золотом, активами и сырьем СССР были переучтены в мировой финансовой системе суверенным международным казначейством М1 во исполнении священной миссии и выполняя функцию Государственного казначейства СССР на основании постановления ВНС СССР номер 81 Дефис-6 от 7 октября 2018 года, который поручил Государственному банку СССР провести процедуру перехода всей банковской системы и Государственного банка СССР на суверенной территории великой страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик на золотой стандарт, обозначенный Всемирным кодом системы золотого стандарта РАМ-0М1-XAU, краткий Всемирный код системы золотого стандарта РАМ-1, общего и неделимого достояния СССР о готовности к переходу в единую государственную банковскую систему Государственного банка СССР, полное подчинение главного государственного регулятора всей Государственной финансово-банковской системы СССР на суверенной территории великой страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, как системного банка светлой мировой финансовой системы, основанной на небесных принципах и золотом стандарте, а именно на сакральном духовном золоте сокровища РАМ-0-М1-XAU, Государственному банку СССР во всем мировом пространстве. «Исходя из изложенных обстоятельств и в связи с переходом на новые денежные знаки, обеспеченные золотым стандартом XAU, на основании резолюции Суверенного Международного Казначейства М1 номер 001 РЕС-2020 от 7 апреля 2020 года мировой обеспечительной резервной валюты «золотой советский рубль» 1 золотой советский рубль равно 1 грамм системного банковского золота XAU с кодом мировой резервной обеспеченной валюты M0-M1-XAU-GSR, сокращенно GSR, на основании резолюции Суверенного Международного Казначейства М1 номер 001 РЕС-2020 от 7 апреля 2020 года Номер 030 РЕС-2020 от 30 марта 2023 года По отношению к Великой Стране Суверену Союзу Советских Социалистических Республик Суверенное Международное Казначейство М1 подтверждает и утверждает об абсолютной легитимности к финансово-банковскому и платежному обороту в государственной системе Государственного Банка СССР на всей суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик Внутреннего Временного Платежного Средства Билет Банка России, РСФСР, российский рубль с кодом M1XU-BBR, кратко BBR Обеспеченный Мировой Резервной Валютой Золотой Советский Рубль GSR где 3000 билетов Банка России, российский рубль с кодом M1XU-BBR, кратко BBR равны одному золотому советскому рублю с кодом M0M1XU-GSR, сокращенно GSR постановляет в связи с переходом на золотой советский рубль с кодом M0M1XU-GSR коэффициент которого по отношению BBR билет Банка России составляет 1 к 3000 с 28 сентября 2023 года зафиксировать и запретить искусственное повышение цен на жизненно важные продукты питания жизнеобеспечивающие ресурсы, медикаменты, горюче-смазочные материалы и природный газ наложить строгий запрет на вывоз золотого советского рубля за пределы государственной границы СССР в случае проявления несогласия, неисполнения и бездействия в отношении выполнения данного постановления отдельными субъектами права будет ограничен оборот новой советской валюты с кодом M0M1XU-GSR с изданием в отношении этих субъектов права отдельных государственных директив данные ограничения признат действующими на время военного положения на всей суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик настоящее постановление подлежит полному обязательному исполнению на всей суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик В случае игнорирования любым субъектом права настоящего постановления Государственного комитета по чрезвычайному положению, как высшего органа государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект права признается преступным, относится в категорию сепаратистов и международных террористов. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. Председатель ГКЧП СССР, генерал армии Сатушиев Комиссар ГКЧП СССР, генерал-лейтенант Черноморов Секретарь ГКЧП СССР, генерал-майор Горбачева ОМ Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик